Новая волна коронавируса захватила регион. Это значит, что возобновляются не только ограничительные меры для предотвращения заражения, но и помощь тем, кто уже заразился. Каждую среду волонтёры начинают движение по знакомому графику. Поликлиника, приём коробки с таблетками, их сортировка по адресам и в путь. Неделю за неделей пациенты, проходящие амбулаторное лечение от ковида, получают от медико-санитарной части 135 медикаменты прямо на дом. Транспорт предоставляют службы благоустройства, а роль курьеров, как всегда, на добровольцах. В городе Десногорске по-прежнему работает акция «Протяни руку». В рамках всероссийской акции «Мы вместе». К сожалению, сейчас статистика очень плохая. Акцию мы возобновили с сентября месяца, и на сегодняшний день у нас существенный прирост. Чтобы самим не стать жертвами добрых поступков, волонтёры строго соблюдают рекомендации медиков. Защитная одежда, быстрая передача лекарств, сразу же обработка рук, заполнение бюллетеней за закрытой дверью. Так и общаются с больными. У нас есть определенные правила передачи, безопасной передачи пациентам, как и лекарств, так и рецептов, в которых они должны расписаться. Поэтому мы чаще всего, конечно же, слышим слова благодарности за то, что мы приходим, за то, что мы не боимся их, и мы продолжаем им помогать. Количество ковидных пациентов в городе увеличивается стремительными темпами, поэтому работа у волонтёров существенно прибавилась. Сами добровольцы уверены, что снижая необходимость пациента выходить на улицу, они тем самым уменьшают вероятность распространения инфекции.